Дорогие сидящие в зале люди, я бы хотел попросить вас серьезно отнести к сегодняшнему разговору, к беседе, помолиться за всех нас, чтобы на самом деле Господь управил. Спикеры, которые сидят рядом с вами, приехали специально. Отец Сергий приехал вчера в Терренбург, отец Алексей вчера приехал в Бурятия, Татьяна Александровна. То есть это люди, которые имеют право говорить на тему умного дела на Иисусу и молитвы. Но опять же от вашего желания, от вашего намерения тоже очень многое будет зависеть. Поэтому слово для начала нашего мероприятия я передам тогда Ту-Сергию Баранову. Когда мы говорим о предмете нашего сегодняшнего разговора, мы определяем его понятием умная молитва. Или по-другому мы называем ее Иисусова молитва. Иисусова молитва – это будет точнее. Но я начну с понятия умной молитвы, а потом подведу вас постепенно. Почему я имею в виду, что Иисусова молитва – это будет точнее. На протяжении всего Евангелия мы обращаем внимание, что Господь, обращаясь с апологией к ветхозаветным законникам, фарисеям, свадукеям, он часто обращает их внимание, что у них все направлено на внешнее. Он даже очень так резко обличая их, говорит, что сравнивает их с гробами навапленными, по-русски накрашенными, вапой – это краски. Он говорит, вы как гробы накрашенные снаружи, вы красивы, а внутри вы полны смрады и разложения. Господь на протяжении Евангелия определяет задачу христианина, как совершенствование внутреннего человека. И он говорит даже такие понятия, что если ты совлел телесную чистоту, но внутри допускаешь греховные мысли, то ты в полной мере согрешил. Так вот, помните, в Евангелии он говорит, если ты соблюдаешь целомудрие внешнее, телесное, но желаешь жены и брата своего, ты в полной мере блудник. Так вот, Господь ставит такую задачу очищения внутреннего человека, очищения на уровне не просто мысли, мы разделяем мысли, мысли, помысл на уровне даже вот кратчайшего помысла. И когда сердце христианина откликается на вот эту задачу Господа, всем сердцем мы откликаемся и говорим, Господи, да, это очень, это очень высоко, очень благородно, я тоже так хочу. Мы начинаем пробовать и переживаем катастрофу. Мы переживаем факт такого, отчасти нашего психического заболевания, мы обращаем внимание на то, что отчасти наш ум нам не принадлежит. Наш ум живет, это похоже на такую легкую или более тяжелую форму шизофрении, когда в человеке происходит раздвоение, когда его сердце говорит, я хочу, Господи, я очень сильно хочу, искренне. Но когда он пытается поймать свою мысль, он как воздух ловит руками. Мысль такая, природа мысли настолько тонка и неуловима, что мы как воздух хватаем руками, а мысль от нас ускользает. И человек, христианин, приходит в такой тупик, когда тупик разочарования о себе самом, что он вдруг невольно, даже с глубоким стоном, со слезами говорит, Господи, да кто же может это понести? И создается впечатление, что поймать помысл, это как поймать ветер рукой. Создается впечатление, что это совершенно невозможно. И кто-то отчаивается, опускает руки и живет так, так как есть. Но всегда были среди христиан такие беспокойные люди, особо талантливые, которые не сдавались до последнего. Опыт святых отцов показывает, что эта неразрешимая задача отчасти решается, если мы понимаем главные фундаментальные задачи, которые мы должны выполнять. Первое, о чем я хочу сказать, как мы можем подчинить себе наш ум, который отчасти не наш. Это как непривязанный пес, который бродит по помойкам, он может и хорошее место забрести, а может и плохое, и набраться чего угодно. Так вот, оказывается, отчасти мы что-то можем сделать. Святые отцы за две тысячи лет выстрадали, отточили науку умного делания. Умное делание, само понятие умное делание предполагает, что мы что-то делаем с умом. Это не внешняя аскетика, это не физиология. Умное делание предполагает аскетику ума, подчинение, организацию нашего ума. Так вот, первое, что мы можем сделать в этой, казалось бы, неразрешимой задаче, и это опытно выстроено святыми отцами, мы можем изменить направление нашей мысли, из движения вперед в пространство, в расширение, мы можем изменить движение в обратную сторону. Когда мысль, мы привыкли так жить, наша мысль постоянно движется вперед в расширение, и в связи с тем, что она идет в расширение, в нашу мысль входит очень много сопутствующего. святые отцы изменили направление движения ума извне вовнутрь на 180 градусов. И, извините за такое сравнение, они как бы загоняли эту мысль в угол, в тесноту, вот в эту точку. Они не давали ей возможности двигаться неорганизованно туда, куда она просто течет свободной волей. Вот это изменение направления это первое, что помогает в организации ума. Наша мысль движется не вперед в расширение, а внутрь в тесноту. Мы ловим ее и загоняем в угол, и там ее восстанавливаем и становимся у дверей. Теперь мы позволяем ей или не позволяем двигаться куда-то. Мы отчасти становимся хозяевами своей мысли. Вторая деталь. Природа молящегося ума отличается от ума размышляющего. Размышлять и молиться это разная природа ума. Размышляем мы рассудочной частью нашего ума. Логическое мышление предполагает многомыслие. Одна мысль сменяет другую, перетекает одна во вторую. Так работает логическое мышление. И логическое мышление всегда идет параллельно с образным мышлением. В логическом мышлении много образов. И в связи с этим рассуждение делает наш ум очень сложным. А там, где сложно, там очень опять же сложно поймать мысль. Чем больше мыслей, тем больше каши в голове. Так вот, Иисус в практике умной молитвы предполагает теснить ум в обратном направлении, в сторону сердца и уходить от образного логического мышления. Святые отцы называют это состоянием ума в безвидности, в безобразности. Наш ум привык получать информацию, питаться информацией. И сначала для него это состояние бывает очень скучным. Этот ум голодает без информации. Этот ум даже отчасти умирает с голоду, загнанный в угол, в одну точку, и не питающийся информацией. Люди, которые не практикуют Иисус свою молитву, когда слышат, безвидно, безобразно, тесним, ум останавливаем. Им кажется, что это умирание ума. Но те люди, которые практиковали Иисусову молитву, оказывается, это не точка умирания, это точка преломления, как я иногда называю, точка линзирования. когда свет через лупу сходится в одну точку. И кажется, вот это расширение умирает до одной точки. Но за этой точкой идет преломление света в прекрасную гамму разноцветия. Вот так наш ум проходит через Христа и живет мир уже Христом. Вот эти два понятия я мог бы вам предложить прежде всего как понятие, потому что, конечно, я сомневаюсь, что завтра все будут это практиковать и у всех это получится. Это очень сложное занятие. Поймать ум это как поймать ветер. Но оказывается, на примере святых отцов есть средства, которые отчасти этому помогают. Я говорю отчасти, потому что самое главное средство это все-таки благодать Божия, которая содействует нашим потугам. Происходит синергия. Синергия нашего творчества, нашего творчества в определенных рамках законах Иисусовой молитвы и благодать Божия, которая осаляет это дело окончательно. Чтобы не затруднять, я, может быть, потом отвечу на вопросы, потому что еще другим нужно выступать. Я отчасти объяснил вот это понятие молитвы как умное делание. Во-первых, это что-то мы делаем с умом. Умное дело предполагает подчинение нашего ума нам. И я вам так коротко два средства дал, как изменение направления ума во время молитвы извне вовнутрь, в сторону сердца, и как наверное, это как духовный пост. Если мы тело слишком много кормим, оно жиреет. так же ум, когда слишком много мы кормим информацией, он у нас жиреет и становится дебилом. То есть мы творим молитву не размышляя. Мы уходим от размышления в другое состояние ума, в безвидность, безобразность и держим ум там в этом состоянии, просто творя одну и ту же молитву Господи Иисусе Христе. Иисусе Христе. И сейчас я коротко перейду ко второму понятию этой молитвы, как Иисусова молитва. Это вот как раз точное определение этой молитвы. Когда-то Иоанна Лесвичника спросили, почему нынче мы Господь Евангелие сказал, что верующие в меня горы будут переставлять, ащи смертно, что испеют, не вредит их, языками будут говорить другими и много чего другого о сверх естественных вещах. Иоанна Лесвичника спросили, почему нынче мы не видим в христианах этих явлений чрезвычайных. Иоанн Лесвичник ответил очень коротко, но очень точно он ответил вопросом на вопрос, он сказал, а где вы нынче видите преподобных? И я поясню, что имел Иоанн Лесвичник, когда спросил, где вы нынче видите преподобных? Я хочу пояснить природу преподобия. Природа преподобия это не нравственная высота человека, это не аскетический подвиг, который присутствует, но это не главное. Природа преподобия это обожение, это соединение природы человека с природой божества. Отчасти, отчасти, я говорю очень осторожно, но это можно сравнить с феноменом Бога человека нашего Иисуса Христа. В нем соединились неслитно, нераздельно, две природы божественная и человеческая. Отчасти это можно сказать это это было первое обожение. Ветхозаветные праведники Ветхом Завете было такое понятие как хождение пред Богом. Авраам был праведен и ходил пред Богом. Исаак был праведен и ходил пред Богом. Хождение пред Богом знал ветхий человек. Но Христос приходит и начинается новая эра отношений человека с Богом. И появляется новое понятие вхождение не пред Богом. А нахождение Бога внутри человека. Обожение соединения двух природ. Чрезвычайно выходящее за рамки понимания. Мы просто живем это как факт. Так вот преподобные творили чудеса. Человек не может творить ничего сверхъестественного своей силою. Это будет смешной театр или печальный театр. Сверхъестественное это прерогатива Бога. Так вот когда в человеке живет Бог своей благодатью, тогда человек может совершать сверхъестественные вещи. это его проницательность по православному прозорливость. Он действительно может воскрешать мертвых и все остальное не буду перечислять. Бог совершенное существо не ограниченное никакой формой. Любая форма ограничит его совершенство. Но ради человека облеченного форму Бог входит в пространство этого мира и ограничивает себя формой. Это было его земное существо совершенный Бог совершенный человек. И еще нам он когда возносится передает возможность соединения с ним принятия тела и крови Христовых. Земную форму он наполняет своим содержанием. Хлеб и вино становится истинным телом истинной кровью Христовыми. И человек принимая их внутрь себя принимает самого Бога. В этом смысл причастие. Также Бог своей благодатью наполняет и свое божественное имя. И когда в Иисусовой молитве мы занимаемся не просто ловлением своего ума и держанием его вне греха. Мы тесним свое сердце имя Божие Иисусе 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 И в этом присутствует благодать Божия Господь своими энергиями действительно входит в наше сердце. Простите пожалуйста давайте. так получилось что месяц я летал по стране и был такой внутренний помысел я пытался беседовать летая по стране со священниками игуменами епископами о Боге как бы о молитве получая какие-то ответы. К сожалению как бы всего в двух местах но я не беру Екатеринбург Владыка вам особый поклон вы мудрый и духовный но вот я говорю дальше как бы это вот уже Забайкалья всего в двух местах со мной игумены и епископы нашли возможность поговорить о молитве и одно из этих мест оно оказалось в Бурятии как бы это Троицко-Серенгерский монастырь там причем я отца Алексея узнал случайно как бы я там нашел каких-то местных медиков как бы в Бурятии конечно ула-ну-де это что-то страшное для православия как бы какие-то люди которые какими-то шаманскими практиками лечат все и вот этот врач-шаман как бы который я случайно попал говорит вообще православия у нас почти нету но есть такой Троицко-Серенгерский монастырь есть там удивительный отец Алексей который спасает всех наркоманов алкоголиков как бы и прочее мы до него добрались пришли в монастырь огромный живой монастырь люди ходят там читают громко Господи Иисус Христе помилуй меня храм как бы теплый как бы со свечами намоленный отец Алексей который нас посадил как бы и вот прямо там как бы отта до я как бы разложил все по полочкам потом еще как бы я встретил на острове Русский как бы отец Климент и потом так получилось что я приехал к владыке Феогносту нашему славному говорю владыка что происходит за месяц путешествия по стране всего два и ромонаха и епископа со мной говорит о молитве остальные все о делах о каких-то там проектах как бы о губернаторах как бы строительстве храмов и так далее как бы вот как-то вот это неправильно и владыка говорит ты с чего я говорю вот есть как бы отец Алексей и другие и в итоге и вот отец Алексей приехал к владыке Феогносту сел перед ним перед нашим славным владыкой Феогностом и часа полтора-два как бы ему рассказывал как бы вот о том как надо читать Иисусу молитву молиться владыка Феогност проникся он конечно не все принял как бы он был строг поэтому вот я к чему рассказываю как бы преамбулу почему вот эта встреча у нас сейчас происходит мне кажется это крайне важно как бы на самом деле вернуться к молитве мне кажется крайне важно для каждого из нас в жизни и смерти у нас же ну неужели у всех есть такое удовлетворение тому как мы живем как бы да что является там не знаю абсолютным как бы для нас результатом держать пост сходить в храм все это слово сейчас я бы предоставил бы отцу Алексею отец Алексеевым это троицкий селенгерский монастырь я знаете зачитаю я скажем так очень давно не было всяких мероприятиях таких с большим количеством почтенных людей вот для меня Алексей будет все-таки зачитать готовился я так вот говоря Иисусовой молитве так как этот вопрос на самом деле очень важный видим сколько собралось людей послушать вопрос по этой теме вот но перед тем как вот что-то сказать о ней хотел бы я перечислить проблемы какие у нас сейчас существуют в духовной жизни существуют практически у всех сейчас я их зачитаю такие вот проблемы кстати это проблемы которые я сам вижу и которые прихожане паломники перевозят вопросы задают вот ну первое после отхода от серьезных грехов который был совершен в начальный период воцерковления в дальнейшей жизни переменка в себе к лучшему у большинства практически нет хотя люди ходят в храм 10-20-30 лет в большинстве случаев при всем желании люди не могут избавиться от имеющихся у них страстей которые с годами получают все даже большее развитие второе практически у всех за редким исключением отсутствует внимательная молитва келейная храмовая что приводит к недополучению богатых даров божьих в том числе духовной радости о которой говорили святые в которой они пребывали молящиеся молятся значит большинство с трудом молитва для многих просто необходимое послушание молитвенное правило которое надо вычитать третье люди не имеют эффективного средства которое наряду с исповедью и причастием святых христовых тайн помогло бы защититься им от действий злых духов от облегчить или исцелить духовные болезни которые скажем так немало людей четвертое внутренние духовные плоды и видимые плоды наших молитв в этом мире значит которые мы к Богу обращаем крайне малы и у большинства отсутствует благодатное внутреннее общение с Богом ощущение присутствия Господа даже после причащения святых христовых тайн у многих очень маленькое если вообще есть пятое богатых Божьих получаемых при причащении святых христовых тайн при покаянии Бога в новогодних делах при молитве быстро теряется и накапливается из-за недопущенных нами мыслей чувств слов дел а как сохранить божественную благодать скажем так ее приумножить большинство не знает ну и последнее подавляющее большинство христиан в наше время строит свое спасение на возможность часто входить в храм участие в таинствах причастия чтение необходимых молитвных правил попытках творить добрые дела ради Христа все это нужно хорошо но серьезные борьбы со страстями очищение сердца от оскверняющих душу помыслов реального приближения к Творцу в каждодневном даже скажем так ежечасном непрестанном подвиге почти никто не совершает вот такая вот ситуация у нас она всех и вот которая обозначила и скажу что я сам многие годы пытался Иисусу молитву как творить я вот в этом году по вашим меркам скажем так вот Москвы и так далее конечно это немного но для меня это пол жизни то в этом году 30 лет как и около храма больше 20 лет при монастырях местник обители значит ну вот священник принимаю исповеди вот и скажу что сам ощутил невозможность победить свои страсти многие годы пытался читал что-то Иисусовой молитве там Яна Лесничника других святых отцов как эти страсти победить как-то с ними справиться ничего не выходило все методы какие применял не срабатывали сам Иисусову молитву читал людям советовал но тех плодов какие она дает как описывают святые отцы у себя не ощущал и вот возникла такая безвыходность и понимание что я не могу справиться буквально лет 5 с лишним назад было 16 лет пострига моего монашеского сижу я думаю я в отчаянии то есть я не знаю погибаю попытки творить Иисусу молитву не зарабатывает вообще ничего не могу наверное погибну а когда как-то слышал где-то и узнавал значит вот именно о внутренней молитве это умно-сердечной молитве у многих авторов и там в современных звучит слово прелесть 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 бойтесь это страх прелести скажем так останавливал каких-то шагов но вот дошел буквально до такого состояния пускай лучше в прелесть паду я что-то должен делать и вот тут однажды так вот сидел в канцелярии потом дошел в келью почитаю что-то Иисусу молитву как бы два или три часа без выходности беру первую уже попавшуюся молитву книгу о Иисусу своей молитве это была книга была подвиг миром Николая Михайловича Новикова из его серии читаю 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 и чувствую нашел выход то есть в конце туннеля есть свет значит нашел там ответы почти на все свои вопросы в его серии нашел ответ вообще на все вопросы и как бы сам начал и братьев монастыря и прихожан к этому делу стал подключать то есть умно-сердечная молита возможно более того она даже обязательно для нас оказывается это единственный способ нам достигнуть состояния в каком мы должны находиться так вот так вот я сейчас скажу сейчас здесь покажут слайд тоже это очень важный вопрос у меня здесь было много написано я поставлю это очень коротко сделать так там 23 потом обратно будет вот так вот кроме того что для нас конечно иисусова молитва само имя нашего спасителя это великое достояние великое благо великое драгоценное жемчу зонцов ее называют но кроме самого самого имени христа бога вообще самого делания иисуса молитвы значит важно что в вопросе исихазма дело в том что мы с вами ну как скажем так состоим из трех составляющих наш телесный организм видимо осязаемая плоть значит наш организм душевный невидимо несязаемый где значит и волевой аппарат где рассудок эмоциональный эмоциональный наш и какое-то инстинктивное начало ну и честный дух значит то есть наше сущностное начало самознание совесть идея боги с значит понимаем зависимости от него всесторонней и вечноценная духовная жизнь так вот дух честный имеет свою энергию или ум свое энергийное проявление дух честный значит когда он а ум это познавательная и созерцательная наша сила это очень важно знаете вот эта вот некая-то богословская теория это очень важная вещь касающаяся делания Иисуса молитвой так вот пока дух находится с умом значит он может действовать работать проявлять себя и если дух находится без ума он обессилен и действовать не может если ум находится вне духа своего значит тогда он теряет скажем так руководящее начало но когда они вместе дух неудееспособен а ум жизнедеятель так вот у нас есть еще вот видите вот там сверху рассудок и ум вот так видите у нас есть духовное сердце оно находится анатомически там же где сердце телесное скажем так накладывается так вот есть у нас два организма это значит организм духовный и организм душевный страстный нижняя часть свете сердца вот там дух плюс ум так вот дух был вместе с умом и когда он был вместе с умом то они работали так как следует это было нормальное состояние духа и ума они же видите значит неразумная часть души вторая это разрывная сила и желательная сила это душевная составляющая страстной силы души когда ум был вместе с духом тогда ум был как бы царем для сил раздражительной или чувств и желательной или воли и находились в полном подчинении и то к чему ум призывал волю показывая что хорошо что плохо значит от этого и исходила воля а чувства человеческие помогали уму и воле исполнить святую волю Божию вот а рассудок накрылся в головном мозге и вот это было вот идеальное состояние Адама до его падения скажем так это святые отцы называют естественным состоянием человека а теперь второе слайд когда Адам согрешил Господь Бог разорвал общение с Адамом Дух Божий разорвал общение с Духом человеческим ум Божий с умом от того что Дух Ческий питается от благодати Духа Святаго он потерял силу и как бы уснул а ум оказался как бы в темноте вообще не с кем познавать некого действовать нечем и вот в этой темноте он не мог находиться и он стал искать куда бы он уйти к чему себе приложить где найти себе нового хозяина и он берет и уходит уже из сердца духовного в голову к рассудку рассудок вообще скажем мозг наши судья рассудочная сила если ум это познавать общаться с Богом а рассудок это сила которая должна помогать человеку жить в этом мире считать рассудочный такой логический аппарат наш компьютер так вот ум и связался с рассудком и после этого ум стал выполнять несвойственные для него функции касающиеся земли земной жизни но не совообщение с Творцом для которого я был создан так вот это состояние называется противоестественным в этом состоянии находимся мы все с вами это состояние очень плохое чувство и воля которые раньше подчинялись уму как царю теперь все третьи силы стали как левятерак ищуга в башне корового теперь чувство и воли не то что не подчиняются уму они склонят ума ум ко греху рассудок ум вообще путает и идет не теми путями в конечном итоге человек находится в таком очень раздравленном состоянии откуда находятся все мы так вот это состояние называется противоестественным нижеестественным а состояние которое было у Адама естественное чего достигает исихазм и без этого невозможно до тех пор пока ум не возвратится к духу думает спать он находится как в эритическом сне от этого он не может находиться в общении с Богом скажу что после того как Господь совершил свой подвиг своих страданий на кресте искупил его человеческие идет примирение человека с Богом и после крещения после крещения значит когда само танец во крещении совершается что происходит значит вот само танец совершается и разрушается метапевическая скажем так связь зависимая связь человека от дьявола считаются особые молитвы человек становится освобождается от злого духа злый дух который находится у некрещённых людей в глубине духовного сердца, изгоняется из сердца, и туда приходит Святая Троица, Отец и Несетый Дух. И уже там почивает в нашем духовном сердце. Пожалуйста, вот Дух рядом, Бог рядом, общайся. А Дух спит и не может общаться. Так вот, значит, святитель Григорий Паломан говорит, что это не человек нашёл, это не эмпиритский какой-то опыт. Это сам Бог открыл людям, что можно вот это общение между человеком, Духом Человеческим с Богом наладить. И путь это только, значит, возвращение ума к Духу Человеческому. А делать это можно только с помощью внутренней Иисусовой молитвы. Пока мы это с вами не совершим, мы находимся в этом, скажем, неестественном состоянии. Если же мы это сможем сделать, когда ум возвратится в сердце с помощью внутренней Иисусовой молитвы, тогда, значит, вдруг он приходит к Духу, вдруг всё оживает, восстанавливается. Это разрыв между умом, сердцем, телом, душою. Всё, вдруг приходит, восстанавливается в прежнее состояние, которое было у Адама. Вдруг человек становится тем, каким он был когда-то. И тогда уже есть путь, значит, к получению Божьих благодатных даров, значит, к святости, к совершенству, к обожению. И у человека впереди, скажем так, ну, в общем, великое будущее именно освящение благодатными дарами и получение вечной жизни, не только именно спасения, а всё ближе и ближе к Богу. Если мы это с вами не совершаем, тогда мы, скажем так, находимся в состоянии падения и вообще страстная сила души у нас будет работать, страсти у нас будут существовать. А если мы страсти с вами не исцелим, здесь у многих святых такое мнение, что можем даже вообще не спастись. Значит, вопрос уйдёт именно о спасении. И это касается не только монахов, ни сихастов, ни каких-то, значит, там, отшельников, понимаете, ни схимников. Оказывается, по учению святых отцов, допустим, Григория Паламы, все мы должны с вами достигнуть это соединение. Допустим, у Семёнового Богослова есть такие слова. Если мы здесь с Богом, с Иисусом Христосом, с Богом здесь не соединимся, то мы с Ним уже никогда не соединимся, представляете? Если мы с вами здесь в сердце не соединимся, так, по крайней мере, это святой, то мы можем в вечности с Ним не быть вместе. То есть нам необходимо это соединение достигнуть. Вот такая очень важная вещь, касающаяся, скажем так, теоретической части именно вопроса исихазма. И даже скажу, мы можем, конечно, вот мы творим Иисусу молитву, а на самом деле, скажу, чтобы я сам на себе ощутил, и затем нашёл у святых, что это самая сильная молитва по отгонанию злых духов. Она сильнее, чем Отче наш, обиждая действия врага. Поэтому говорит Иоанн Иисусу, «Бей супостат именем Иисусом, ибо нет крепчайшего оружия, сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле». На самом деле, это самое сильное. Но святые отцы когда-то читали такие молитвы, «Боже, в помощь моего дни, Господи, помощи мне почисти». Или стой Яники, «Читупование, мой отец, прибежище, мой сын, покровь мой Дух Святой, Троица, твоя слава тебе». Кто-то говорит, «Боже, в милости мы будем грешны». То есть, в принципе, люди читали эти молитвы, но они всё-таки читали её, творили её в сердце. И она туда приходила, и всё-таки вот это вот соединение ума с Духом совершала. Хотя, конечно, для нас лучше всего помогает именно молитва Иисусова. Самое большое число святых творили её, и святости достигли именно с помощью этого драгоценного нашего предословия. Это пока достаточно. Спасибо, отец Алексей. Он волнуется, всё-таки не так часто выступает перед такой аудиторией. Давайте мы постараемся только раскрыть дело. Татьяна Александровна, я видел Ваше выступление. Здесь у нас все люди собраны как бы таким полуслучайным образом мистическим. Я как-то, смотря в направление Иисуса и молитвы, увидел передачу Константина Мацана. И там было несколько спикеров. И вот Татьяна Александровна, доктор психологических наук, женщина-мирянин. Ну, не знаю, я как-то почувствовал, что она имеет право делиться своим опытом. Поэтому, если можно, вам дальше. Я, если позвольте, не буду делиться своим опытом, а я всё-таки попробую начать сначала. Я, может быть, буду чуть-чуть повторяться. Но всё-таки я начну с того, зачем мы вообще собрались тут говорить об Иисусовой молитве. То есть, зачем, собственно, она вообще нам нужна. Где мы находимся в настоящий момент. И почему, собственно, Иисусова молитва, как утверждали очень многие святые отцы, это, собственно, весь плод нашей христианской жизни. То есть, другого плода просто нет почему-то. И почему, собственно, мы должны всю жизнь положить на то, чтобы обрести вот этот, может быть, странный, с чьей-то точки зрения, плод. Что это вообще такое? Мы с вами живём в культуре, которую всё можно описать как культуру протезирования. То есть, вот все те вещи прекрасные, которые сейчас созданы в области техники, это своего рода протезы, которые существуют вместо тех естественных функций, которые человек, так сказать, уже в себе заключает. вот, но в человеке, для того, чтобы, честно сказать, в человеке эти функции работали, ну, вот, например, способность видеть там намного верст, да, там, километров дали. Вот. Но для того, чтобы эти функции в человеке работали, он должен пройти очень сложный путь по возвращению себя в естественное состояние, о чём вот уже было несколько раз сказано, да, мы сейчас находимся в том состоянии, которое святые оценки называют нижеестественным. Вот. И да, оно связано именно с разделением сердца и ума, потому что, я упрощу чуть-чуть схему, да, первоначальное естественное состояние человека, это ум находится внутри сердца, и, соответственно, ум просвещает сердце, очищая его от, так сказать, мрачных порывов, да, а сердце организует ум, оно его как бы собирает. Вот. И, да, вот как уже было сказано, мы сейчас живём в состоянии рассеянного ума и непросвещенного сердца. Вот. Кроме всего прочего, они разорваны, и ум наш – это, по сути, рассудок, гоняющийся за вещами мира, а сердце, оно целиком во власти наших, ну, почти животных стремлений. Вот. На самом деле, не животных, потому что, опять-таки, об этом всё время говорится у святых отцов, да, что человек никогда не падает до животного состояния, он всегда падает гораздо ниже. Если он перестаёт быть человеком, из естественного состояния он спускается гораздо ниже животного. Вот. Так вот, для того, чтобы вот обрести то, что человеку свойственно в естественном состоянии, человек должен постоянно делать большую работу над собой. То есть он должен себя держать в определённом состоянии, плодом которого в результате, да, является вот эта вот постоянная умная молитва. Потому что что такое постоянная умная молитва? Это буквально, ну, присутствие, как бы раскрытие Бога в человеческом сердце. Вот. Но это очень сложно. А мы сейчас к этому ещё и вернёмся. Это очень сложно, а гораздо проще поставить на место естественной функции протез. То есть если ты хочешь одновременно видеть за много километров, но при этом пить пиво там и лежать на диване, то, пожалуйста, вот тебе телевидение. Вот. То есть выбор вот такой, да, либо мы делаем вот это вот всё, так сказать, внешним техническим образом, либо мы как-то собираем себя и обладаем этой функцией независимо от телекоммуникации, да, но это очень сложный и большой путь восхождения и исправления. Вот. Когда мы приходим в церковь, мы, как правило, приходим, ну, в большинстве случаев, ну, или каким-то образом к этому в конце концов всё сводится, потому что я наивно и оптимистично надеюсь, что всё-таки люди в основном приходят в церковь именно к Богу, а не в некую социальную среду, да, не в некую общину. Но почему-то в большинстве случаев кажется, что пришли они именно вот в некую общину для того, чтобы определённым образом социализироваться и, так сказать, ну, обрести ещё одну идентичность в качестве, так сказать, христианина, там, православного, и эту идентичность соблюдать, соблюдая внешние правила, которые, так сказать, эту идентичность поддерживают. Ну, там, яйца красить, куричи печь, храм ходить, да, когда получается. Вот. Но это совершенно то, что не имеет никакого отношения к нашему христианскому состоянию, ну, или очень мало имеет. Это именно наше, так сказать, вот, обретение ещё одного социального лица, да, ещё одной социальной маски. Вот. Потому что, собственно, суть христианства – это именно возвращение человека к его естественному состоянию. Христианин, по идее, как бы, ему вообще не важна, да, социальная составляющая, потому что ему важно, вот, обрести себя в своём настоящем размере, в настоящем размере человека. А настоящий размер человека – это человек обоженный. То есть это человек, связанный неразрывными связями со всем их в мире. Вот. И, соответственно, для того, чтобы вот это состояние обрести, существует аскеза. Это такое пугающее на русском языке слово, а по-гречески оно значит просто упражнение. Вот. То есть нужно для, как, ну, как для того, чтобы мышцы накачать, как для того, чтобы что угодно, да, привести в какой-то соответствующий вид и состояние, нужно упражняться. И вот это упражнение в молитве, причём как до упражнения в молитве нужно уже пройти довольно большой путь, потому что первый этап – это всё-таки вот следование заповедям, что такое, опять-таки, заповеди, да? Это не там какие-то невнятные, непонятные указания, а это чёткие метки на пути, которые, как бы, человек должен пройти и освоить для того, чтобы возвращаться постепенно вот в это своё естественное состояние. Вот. А не бегать, так сказать, не метаться умом вслед за вещами мира и не бегать сердцем за его тёмными порывами. И первая, как бы, вот, аскетические практики – это следование заповедям, как бы, прежде всего, конечно, заповеди милосердия. Вот. То есть, если мы вспомним, да, идею о двадцати мытарствах, которые проходят душа, прежде чем определено будет её местонахождение по смерти, да, то последнее мытарство – это мытарство немилосердия. То есть, вы можете горы двигать там и вообще всё, что угодно, да, но вот если вы были немилосердны, то с самого верху, так сказать, и сверзимся. Вот. И, соответственно, вот этот вот первый этап, как бы, это именно милосердие, это вот эта открытость в делании добра миру, потому что таким образом мы проходим первый этап, мы перестаём быть замкнуты в своих эгоистических желаниях и в своих эгоистических намерениях. Вот. Потому что, как бы, вот эта вот разделённость и одновременно сосредоточенность на, не на себе, потому что мы с собой не встречаемся вот в этой сосредоточенности, а на том, что нас вводит в уме, да, вот как бы на этих вещах мира и на вот этих вот тёмных желаниях, это вещи, которые нам позволяют максимально долго не встречаться с самими собой. Вот. И, как бы, в принципе, так можно всю жизнь прожить. и первый шаг вот на том пути, чтобы всё-таки как-то вернуться к себе, это именно, ну, переключиться с вот этого желания брать, 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 да, на сначала хотя бы действие, а не желание, да, но отдавать. Вот. И это такое начало, это первый этап пути, вот это вот делание, следование заповедям, которое потом приводит к тому, что человек начинает потихонечку собираться и задумываться о том, что ему нужен, ну, я бы сказала, внутренний помощник. Потому что, ну, когда ты отбираешь, где-то дело такое простое, помощники особо не нужны. А вот когда ты начинаешь отдавать, в сердце должен появиться кто-то, кто тебя питает. Потому что для того, чтобы отдавать, нужен вот этот вот возродившийся источник, да, вот этих благ в тебе самом. И вот здесь, собственно, и становится необходимо вот это постоянное присутствие в сердце того, кого туда и призывают, в Иисусовой молитве, да, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, который может сокращаться до самых коротких вариантов, просто даже до призывания в Негосподне, Господи Иисусе Христе. Потому что это именно тот, кто должен быть в сердце для того, чтобы сделать сердце изобильным источником. И для того, чтобы сделать человека, пребывающим в его естественном состоянии, и, ну, как, так сказать, все духовные дары, которые из этого могут воспоследовать, да. А там, как бы, в принципе, всем христианам сказано, да, как мы знаем, что вы род святый, царственное священство. Вот, то есть все, новоначально там могли, да, мертвых воскрешать, больных исцелять, вот, и так далее. Вот, и если что ядовитое выпьют, не повредит им. Вот, а это просто сигналы того, это не цели, не, как бы, вот, то, что желает человек, который уходит уже, так сказать, в области Иисусовой молитвы. А это просто те знаки, которые показывают, что он пошел по этому пути, и прошел какой-то путь. Вот, собственно, почему, да, почему мы здесь собрались и говорим об Иисусовой молитве. Потому что это действительно, как бы, переход человека в другое состояние. И это в каком-то смысле, ну, а на самом деле, в самом прямом смысле, возвращение из изгнания, да, из вот этого вот дола мира, возвращение на родину, возвращение в ту землю, которая, собственно, есть Царствие Небесное. Вот, и если вы помните, когда только Христос еще должен был прийти, да, то, с чем приходит Иоанн Креститель, он приходит со словами, что приблизилось Царствие Небесное. Вот, оно не просто приблизилось, оно стало практически, так сказать, вошло внутрь нас, да, потому что это то, что мы все получаем при крещении, а может быть, даже и при рождении, вот, как известно, младенцев, родившихся в христианских семьях, вообще не крестили, древние христиане, потому что, как бы, ну, считалось, вот, что все уже, как бы, совершилось. Вот, и вот реализация того, что мы получили в крещении, она начинается только вот в этом возвращении человека к тому, какой он должен быть. И, собственно, если вообще имеет смысл быть христианином, ну, вот, помимо всех социальных изморочек, которые этому, это окружают, да, то вот единственный смысл это вот это. Вот, стать сначала, вернуться сначала к своему естественному состоянию, ну, и потом, да, обретать оттуда уже вот это состояние обожжения, состояние вышеестественное, состояние, которое каждому предназначен, каждому христианину, во всяком случае, предназначено, потому что Христос пришел именно для того, чтобы сделать всех богами, и чтобы мы перестали умирать. Это тоже можно, так сказать, понимать по-разному, но цель была именно такая, да, как бы основа всех христианских догматов, Бог вычеловечился, чтобы человек обожился. Ну вот, я, пожалуйста. Ну, мы на самом деле беседуем, у нас таких прямых ответов ни у кого нет, могут быть какие-то, может быть, и разные мнения, поэтому мы для того, чтобы дальше расширить, как бы, нашу программу. Александр Геевич, мы с вами были на Воламе, и удивительно, что собрались, ну, некоторые монахи, которые вас знали, были монахи, у которых в келье, как бы, были только книги Дугина Александр Геевича, я ничего не наизусть, как бы, знали каждую страницу, и шел разговор, как бы, на самом деле, очень интересный, Платон, Аристотель, все-таки основы понятий, как бы, да, вот, исихазм, умное делание, вот этот язык, как бы, сегодняшний, который мы используем, богословие, все-таки я так понял, что он имеет такие однозначные корни. Вы знаете, я хотел несколько слов сказать, на мой взгляд, очень важных. Очень, на мой взгляд, стоит обратить внимание на том, что, вот, на лица, на визуальный ряд, который мы видели, кого мы видим там, кто это, и почему мы на них смотрим, мы не можем оторвать взгляды. Я думаю, потому, что мы видим людей. Это и есть люди. Есть такая иерархия, вот, есть церковная иерархия, якон, священник, епископы. И это те, кто служат человечеству, те, кто служат другим. А есть еще иерархия другая. Это оглашенный, верный и монах, и уединенный. И вот монах, это в каком-то смысле есть вершина человеческой антропологической пирамиды. То есть это тот человек, который поставил перед собой очень важную задачу, которую мы часто пренебрегаем, стать человеком. И он решил стать человеком в полном смысле слова. Вот он решил дойти до конца, а без встречи с Богом человек несостоятельный, человек недостоверен, человек потерян, человек обломан, человек искажен, человек фрагментарен, человек рассеян, как нам сейчас рассказали. И вот собирание ума в обратном направлении это творение человека. То есть монах это тот, кто творит полноту человечества. И он не занимается спасением других, как бы напрямую, не помогает им. Он уходит от других для того, чтобы спасти самое важное человечество, человечность. Если он себя спасет и возвысит, он у нас возвысит, и он всех нас поднимет на новую необходимую нам ступень. Поэтому лица, которые мы видим, это лица людей. И насколько они отличаются от тех лиц, которые мы видим обычно. И даже от наших собственных, которые мы видим в зеркале. Вот это очень наглядная галерея лиц, которые говорят, на мой взгляд, лучше всех слов. Ну и еще я хотел сказать, может быть, о техническом вопросе, что когда нам показывали вот замечательные схемы, составляющие сущность, технологии, можно сказать, в каком-то смысле, обожение, по Иисусовой молитве. То есть здесь, безусловно, обращение к тому, что сейчас для нас совершенно утрачено, это подлинная антропология. У нас абсолютно ложное представление о человеке, у всех современных людей. Оно даже не просто падшее, мы просто человека выносим в заскобки самого себя и имеем дело и с собой, и с другими, как с абсолютными чудовищными монстрами. Человек совсем другой. И вот те схемы, которые нам показывали, они нас возвращают к его подлинной структуре. Эта подлинная структура описана и не только христианами, но и греческими мудрецами Платоном и Аристотелем. Откуда вот это раздражительное начало, такое желательное, похотливое начало? Откуда различия ума и разума? Это все элементы классической, полноценной, дохристианской, обратите внимание, греческой антропологии, которая была полностью взята святыми отцами, которые предали через Христа и совершенно дополнительное высшее измерение. Но на самом деле это технический язык, без которого нам не понять человека. Если мы не начнем распределять эти представления о сердце как источнике неопосредованного восприятия, рассудка как источники опосредованного восприятия и отделять нус ум от дианой разума, мы вообще не можем говорить ни о чем, ни о каких духовных практиках, ни о каких святоотеческой литературе, ни о каком аскетизме. Это просто абсолютно бессмысленно. То же самое можно подробно расшифровать различия между яростным началом, силмос по-гречески, и эпифемией желательным началом. Они совершенно различны. И вот та схема, которую святой отец показал, она на самом деле без полноценного обращения к антрополосовской антропологии, как, например, у Киприана Керна от антропологии святого Григория по ламе замечательной работе. Это все недействительно. На самом деле, прежде чем говорить о таких высотах, как умное делание, мне кажется, что вот есть еще предварительный этап, о котором мы как раз на Валаме очень много говорили. Это просто знакомство с полноценной, неискаженной, настоящей философией. Потому что, когда мы приходим с нашими представлениями, из школы взяты, из института, из собственного опыта к церкви и пытаемся что-то как-то рассуждать, это практически провал. Вот в чем дело. Мы надо, то, что святой Василий Великий говорил, надо еще о языческих авторах правильно наследие изучить. Потому что христианство это надстройка высшая, это вершина всего. Но на самом деле это надстройка, которая не может опираться на представление о биосоциальной природе человека, на современной науке, либо в христианстве, либо в современной науке. Современная наука построена полностью, и современная наука о человеке, на антихристианских принципах. И когда мы применяем суждения и рекомендации святых отцов к тому, что мы знаем о человеке, мире, природе, теле, душе, наших помыслах, нашем мозге, мы проваливаемся просто, как сказали, прекрасно ниже животных. Я вот на это хотел обратить внимание, что есть техническая сторона в христианской науке о человеке, незнание которой делает очень многие вещи просто абсолютно недействительными, и к этому надо обратиться. И последнее, что, вот умное делание, вы вот с этого начали, умное делание, по-гречески, это иноэра афлисис, что означает приблизительно ноэтическая атлетика, состязание, упражнение, афлисис, отсюда, атлет. То есть, умное делание, как мы переводим, это иноэра афлисис. То есть, это, по сути дела, иногда Максим Исповедник просто говорит монашество, то есть философия. Можно сказать, а наоборот? Вот как может быть монашество без этой практической философии, укорененной представления о человеке, это очень трудно, а мы это часто упускаем. Поэтому, на мой взгляд, вот эту метафизическую, антропологическую, философскую сторону представления об умном делании тоже следует учить. Благодарю вас. Вот я сейчас был на фоне с Игорем Юрьевичем, например, и у меня был момент очередной, когда семичасовой понигер, когда вот Иисусовой молитвы и вот что-то такое происходит, они становятся пятью минутами, как бы, да, и ты вдруг понимаешь, что как-то время по-другому течет. Почему вот все более-менее уважаемые, как бы, старцы, с которыми я общался, отец Иоанн Кристианкин, отец Мефодий Валаамский, который уже почил, мне настоятельно говорили о том, что без Иисусовой молитвы, в общем-то, не спасешься, не познаешь Бога и дальше не двинешься. Что это? Ошибки, не ошибки, вот это мы вот там как афониты, как те, которые во время литургии там говорят, там, и о Господе Иисусе помилуй меня. Это что, как бы, это что-то, какая-то наивность с нашей стороны, но состояние-то есть, вот Игорь Юрьевич, там, здесь, там, вот Андрей Юрьевич, то есть мы стремимся на афон, нам там хорошо или там где-то в другом месте с Иисусом молитвы. Владыка, расскажите, пожалуйста. Тем, как в доске. Рассказать не расскажу, но рассуждать коротенько попытаюсь. Наверное, знаете, у каждого человека опыт определенный, либо он есть, либо его еще нет. Бывают опыт отрицательный, бывают опыт положительный. Вот те люди, о которых Вы упомянули, у них очевидно, есть такой опыт, которого нет у нас. То, что они говорят, опираясь на опыт своей жизни, своего покаяния, своей молитвы, плодов, может быть, общения с людьми, которые имеют больше опыт. Вот они говорят, опираясь на этот опыт, как родители, которые опираются на свой опыт и говорят что-то детям. Дети не принимают. Что ты говоришь, мама, ты не понимаешь. У нас сначала конфеты есть, а потом, а кашу вообще есть не надо. Они говорят, как взрослые. И, наверное, вот это вот наше неприятие, наше непонимание, оно связано с отсутствием опыта. Когда мы этот опыт приобретаем, начинаем вспоминать, а, так мне же об этом, мне же об этом говорили. Я не понимал. В свое время, вот в Евангелии мы читаем, Матерь Божия, она слышала какие-то слова Иисуса, 12-летнего отрока, и не уразумевая этого смысла, нас лагала в сердце, чтобы впоследствии это уразуметь. Как Христос Апостол говорил, они не понимали. Но потом отверстие им уму разуметь Писание. Они начали разуметь. Собственно, попытаясь как-то ответить не на ваш вопрос, вы же сказали, мы просто рассуждаем, мы просто рассуждать, что вот разница в опыте, у каждого человека свой, она создает такую некоторую грань непонимания. Но возникает момент, общаясь с большим числом людей, возникает момент, такое перетекание из одного сосуда в другой. Вдруг открывается ум, открывается сердце, начинается понимание. У меня была такая прям яркая история. Писица три назад по благословению Святейшего проходят монашеские конференции. У нас тоже проходила монашеская конференция. Что такое конференция? У вас интересно, у нас интересно, простите, я вот так вернусь, у нас очень интересная история. Мы собрались, мы заранее знаем, знаем интереснейшие люди, что благородное собрание обы кого не пригласят. У нас там, ну, собрали кого могли, епархия, написали списочек, регламент, доклад по бумажке. И вот, слушаю один доклад, мимо, второй как-то мимо. Вдруг звучит доклад, недлинный, невнятным языком сказанный. Но он попадает настолько вот в ту дыру, которая пробита суетой, он попадает, он встает на свое место, в нем ответы на вопрос, на которых ответы, вот как отец Алексей сейчас говорил, как это, что это вот, где там найти силы, чтобы преодолевать какие-то свои немощи человеческие. Какой-то банальный доклад о молитвенном правиле со событием, событием нескольких месяцев, которые дают силы, чтобы потом думать, читать. Закругляюсь, хочу мысли подытожить, что вот такое общение, какое было у вас на Афоне, которое было у вас, когда вы вышли по стране, но вот этот вот Бог вас через эти встречи, он как-то пытается созидать, найти вот ту дырочку, которая, как технический новичок, вот этот пазл не заполнить, его заполнить. Замечательно, что вы двигаетесь и ищете, задаете вопрос, отвечаете. Замечательно, что иной человек там достает книжки с полки, прилистывает, не заходит, прилистывает, не заходит, и вдруг открывает, так как батюшка открыл книгу Новикова, вдруг обретает. Вот это такое интересное, кому-то кажется, хаотическое движение людей в мысли. На самом деле, это вот такое Божье водительство, чтобы привести к пониманию, разумению, молитве и спасению. Не знаю, что он рассказал, но такой вопрос сложный, такой ответ у троечника. Спасибо. А как обожиться, Владыка, все равно как бы есть средства, есть цель. Мы все такие умные, хорошие, читаем молитвы, делаем добрые дела, но иногда на себя в зеркало смотришь, извиняюсь, скотина скотиной, лицо какое-то жесткое, детей ругаешь и так далее. Ну вот мало кто из сидящих здесь, вот там Демидов, уже один, который всегда радуется. Но это же все-таки как бы плоды уже такие, быть человеком, оставаться всегда. Как? Я думаю, сейчас вот сяду, возьму телефон и наберу смс Алексею Ильичу Осипову. Он так любит отвечать на эти вопросы. Как обожиться? Он говорит, да это же легко. Сейчас я напишу, мы прочитаем его ответ. Простите, ухожу от ответа, потому что наверное в моем личном опыте вот такого ответа сфокусированного, как обожиться, надо наверное этого хотеть. Надо этого хотеть и заставлять себя какие-то делать простые шаги навстречу этому желанию. Я хочу? Да, я хочу быть спасенным. Я хочу быть обожен? Да. Что надо сделать? Ну вот отчасти руководствуясь этим желанием, я сегодня пришел сюда. Было несколько вариантов. Смотрю, вроде получается. Тема такая интересная. Вот наверное что-то сегодня такое услышу, что приблизит. Я думаю, что у каждого вот сегодня, завтра, вчера, завтра на каноне вечером будем читать, молиться преподобной Марии Стояния. Это процесс. Это не единограммный акт, а процесс для новой жизни. Как желать, просить и не мешать? Давайте попробуем поговорить о том, как обожиться, как на самом деле не ошибиться в этой жизни, как бы да, и в какой-то момент не оказаться не там, где мы, ну по крайней мере, об этом думали. Мне кажется, это серьезно, Владыка. Сколько мы проживем, мы не знаем, и может быть это вот не так у многих там разговор у нас. Я очень рад, что все-таки есть отцы, которые совершают молитву, сказываются об этом, в какой-то степени ищут путь знать, а вдруг я ошибаюсь. Об этом всегда рассуждали, искали, это нормально. Важно еще раз, пусть люди совершают, делятся, учат. Но я бы предложил, не услышал и считаю в основе должно быть внимания. Я совершаю молитву, но если в основе не будет внимания, то ради чего совершаю? Зачем? Можно представить себе следующую картину. Меня везут на казнь, и у меня есть минута, а может и меньше, прохожу мимо, где проживает президент, император, у которого есть возможность сказать помилуйте. Значит, я должен достучаться до него, чтобы он услышал, значит, немного слов, но главное, как их произношу и в основе внимания. Очень приятно было услышать высказывание Леги по поводу древних философов. Помянули Христофа очень хорошо. Помню, он делит человека на три части. Логос, воля и желание. Первые люди должны были думать, как добывать все хлеба, как оставить потомству какие-то навыки землю. Второй этап нужно было пробовать победить в самом себе вот эти желания, можно сказать, греховные, помочь окружающим людям также их побеждать. И следующий этап, еще выше, создавать нужные законы, которые помогут мне, окружающим, победить вот эти греховные страсти и мои желания. Действительно, начало умной, можно сказать, даже молитвы положили в какой-то степени эти философы, поэтому церкви считают, что это христиане до Христа. Но важно, чтобы сегодня люди, принимающие те или иные законы, также рассуждали, а эти законы помогут окружающим людям победить в самом себе что-то плохое, смогут оказать влияние друг на друга люди, чтобы стали лучше. Еще раз спасибо отцам за то, что они высказались, поднимали эту важную тему, ведь церковь существует ради причастия, ради молитвы. Иск, поклон вам, отцы, бог вам помощь. Спасибо. Все-таки вот то, что я владыке задавал вопрос, как нам в Москве в этой суете, в этом зеркале, как бы, на самом деле, которое видишь себя, как бы, все-таки спасаться. Спасибо. Ты знаешь ответ на этот вопрос? Можно я задам наивный вопрос от первоклассников, отцам? Я уверен, что здесь только второй класс, дальше, четвертый и пятый. Я вот от нас, от первоклассников. Ну вот, от Ливана и Натальи Алексеевны еще. А вот мирским людям, это мирянам, это вопрос к отцам, а насколько полезно, возможно и какие в вашей практике были случаи, когда вы вот знали, когда у мирян получалось? потому потому что мы говорим сейчас о такой квантовой физике с а нам, людям, которые в духовном смысле я за себя, а находятся в первом классе, вот, хотелось бы узнать, все-таки, вот, были ли у вас такие примеры, как именно, чем это отличается от монашеского наставления, вот это, мне кажется, очень важно услышать даже пятиклассников находящихся в зале, спасибо. Я думаю, это не мое мнение, это даже это святоотеческое мнение, что это ошибочное мнение, что Иисусова молитва это удел монахов, я просто на вскидку приведу спор Григория Паламы со своим другом, этот пример в Добротолюбии описан, когда Григорий Палама говорил, что Иисусова молитва она для всех, и включая мирян, а его друг в Апологии спорил с ним, нет, это монашеское делание, и ночью, когда этот человек уснул, ему явился ангел и сказал, не спорь с Паламой, он прав, теперь Палама это его очень давно, 600 лет назад, к нашему времени, на самом деле Иисусова молитва, если мы сейчас не говорим о созерцательной молитве, о молитве сердечной, Иисусова молитва начинается с молитвы устной, после устной идет организация ума, так вот для мирян это самая удобная молитва, вот я смотрю, я приехал из провинции, я смотрю на вас, на москвичей, я думаю, я бы тут, я бы неделю не выжил, вы все время или на работе, или в движении на работу, дома вы только спите, какое там правило, какие там длинные молитвы, но вот Иисусова молитва предполагает короткая ее форма, предполагает, что она может быть, ну в идеале она апостолам завещана как непрестанная молитва, и это реально, если к этому приложить усилия и приобрести навык, так вот вы с утра встали, у вас просто нет возможности читать длинные правила, вот глаза открыл, перекрестился, если есть навык, вот поверьте мне, я не фантазер, у меня есть община, которая переросла в реальный женский монастырь, к нам едет очень много людей именно на эту тему, ты только открыл глаза, и ты уже, если у тебя есть навык, ты уже говоришь Иисусову молитву, ты чистишь зубы, умываешься, ты говоришь Иисусову молитву, по поводу внимательной и невнимательной, я сразу хочу сделать такую ремарку, ударение, невнимательная молитва по неимению навыка, это не греховно, невнимательная молитва по несерьезному отношению к ней, по халатности, вот это грех, Иоанн Лесвич когда ему сказали о внимательной молитве, в слове о молитве он пишет милые мои, да и я бы хотел всегда иметь внимательную, но вам придется смириться с тем фактом, что вам придется пройти какой-то путь очень долгий, терпение, стабильность, когда же ваша молитва из невнимательной придет к внимательной, поэтому все начинается сначала просто с устной, нужно к ней навыкнуть, я говорю проснулись, открыли глаза сразу Иисусе, 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 вот мирской человек испугался, он сразу крикнет мама, человек церковный, который навык, он сразу крикнет господи, старец Ефрем Аризонский говорит, мы столько много говорили устной молитвы, что я иногда вставал перед литургией вместо царю небесной я по привычке говорил господи Иисусе, кири Иисусе христия лисен, кири Иисусе, это навык, навык это вторая натура, навык переходит в интуицию, а интуиция это часть человека, ты едешь на работу, читаешь, на работе, вот меня спрашивают, у меня ум связан, работа связана с умственной деятельностью, я говорю, вы работаете 8 часов, делаете каждый час 10-минутный перерыв, помните в первом классе мы писали, мы писали, наши пальчики устали, работа, ну это по трудовому кодексу предполагается, каждый час можно делать 10-минутный перерыв, спрятался куда-то или просто на рабочем месте закрыл глаза, 10 минут почитал, 8-часовой рабочий день, 80 минут Иисусовой молитвы, это это афонское правило, дальше вы садитесь в метро, в автомобиль, едете домой, некоторые домой добираются по 2 часа, еще 2 часа Иисусовой молитвы, вы приехали, у вас сил нет читать какие-то правила, но за целый день вы набрали очень-очень много, когда мы ссылаемся на батюшку Серафима, на вот это его классическое Серафимово правило, утром 3 раза, Отче наш, Богородица, один раз верую и вечером, но мы упускаем, что батюшка Серафим между утренним коротким правилом и вечерним, ведь он сказал целый день читайте Иисусову молитву, целый день, и если это придет в навык, сначала по непривычке это будет тяжело, вот поверьте мне, даже бывает период, когда даже противно, но если вот вы этот маховик критическую точку переломили, и она у вас пошла, это стало естественным, к этому естественной устной молитве вы прилагаете внимание, к вниманию потом приложится сочувствие сердца, поверьте мне, вот старец Порфирий Кавсакалевит, который умер в 90-е годы, уже канонизированный святой, он говорит, поверьте мне, у меня были духовные чадо на материке, которые были обременены семейными обязанностями, которые читали Иисусову молитву в полной мере, как монахи, они ночью вставали на молитву, наш женский монастырь родился когда-то, я больше сорока был раз на Афоне, довелось и храмы там расписывать, и вот в это время я жил в этом социуме, и когда всегда я приезжал с Афона, меня прихожане просили, расскажи, 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 и в какой-то момент я сказал, слушайте, давайте, хватит уже рассказывать, давайте, мы что-то сами попробуем, и тогда я был еще не духовником монастыря, который теперь построил, я был настоятелем по федеральному соболу, в город, был секретарем епархии, у меня было очень много других обязанностей, и мы с прихожанами договорились, каждую ночь мы заводили будильник на два часа ночи, у нас звонил телефон, мы вставали, каждый у себя дома, переводили будильник на три часа ночи, и стояли час с Иисусовой молитвой, это были мирские люди, часть из них потом переросли в монашествующих, которые теперь являются насельницами нашего женского монастыря, но часть из них обременены обязанностями мирскими, заботами, но они до сих пор живут этой жизнью, и когда мы это начинали, конечно, у нас были сомнения, нам казалось, что это, сейчас мы впадем в прелесть и сойдем все с ума, у меня нет ни одного такого горького опыта, никто не сошел с ума, монахинями стали хорошими, мирянами хорошими стали, это, это возможно, и не то, что возможно, это должно, меня всегда понуждает к действию вот эта притча о том рабе, который побоялся и зарыл таланты, помните, как Господь строго с ним обошелся, ленивый, раб и лукавый, заберите у него этот талант и отдайте дей, которому имеет 10 талантов, потому что этот талант нужно приумножить, а не просто спрятать, сохранить, вот тебе твое, что ты мне дал, пассивность и чрезмерная осторожность, самая сильная форма прелести это чрезмерная боязнь прелести, это ничего не дел, это паралич духовный, когда человек чрезмерно побоится погрешить, ошибиться, что-то сделать не так, он входит в паралич, он ничего не делает, ничего не делание это уже греховно, когда Господь тебя призлал, мне знаете, иногда парируют и говорят, ну я же не святой, я говорю, стоп, ты не святой, но это не твое оправдание, это твое осуждение, а почему ты не святой, ради этого Господь распялся на кресте, чтобы ты стал святым, а ты так легкомысленно говоришь, но я же не святой, я могу принять, когда ты говоришь, к сожалению, я не святой, вот это искренне и это правда, но когда ты вот легкомысленно говоришь, я же не святой, я буду жить, как и жил, это не оправдание твое, это твое осуждение и мое осуждение, поверьте мне, возможно поэтому поэтому и согласились приехать конечно безопаснее было сидеть бы семья у себя в монастыре и не входить вот в это искушение выйти на публику григорий палома мог бы сидеть в келье афонской и не выходить в мир он оставляет афон и едет солоники и входит в апологию которая предполагает даже разгорячение спор но ради защиты истины ради христа он идет он идет туда поэтому я думаю я вряд ли сомневаюсь что мы сейчас вам мозги на место поставили но хотя бы знаете мне иногда хочется как в болото камень бросить чтобы круги какие-то пошли ну чтобы шевеление какое-то началось мне хотелось сегодня но ну что какое-то движение в нас создать спаси господи я вот знаю что отец алексей вот вы говорите о практическом применении даже с мусульманами которые иногда его таксистами является как бы читает иисусу молитву помогая им в их делах отец легче можно немножко вот рассказать о мирском опыте опыта мирской хоть однажды приехал я в питер ну там по делам монастыря еду на такси вот таджик говорит на русском не очень хорошо но понятно и как-то разговорились он это знаете вот у меня что-то со мной не так чувствую себя плохо духовно плохо и моя сестра не звонит и говорит ездить таджикской бабушки искать типа поможет полечить тебя ну вот это уже значит давайте я с вами подъедем да вы меня везете я с вами монет немножко что-то вам буду говорить некие слова вы будете повторять и лишь как-то вот вас что-то изменится он согласился человек простой значит мы подъехали стоянки значит давайте так я говорю слово повторите за мной слово он сидит мне как бы не понятно даже о чем будет идти речь я говорю говорит иисусе иисусе христе есть и амир сэмчицы и не божий свиньи божий помилуй меня помил я начал с ним повторять три отвернулся даже 8 за мной повторял муки две три не чувствую чем голос меняться грубей такой знаете стал какой-то неестественно у него 5 прошло может быть есть как раз такой вот как бы изменение голосе нормальный голос жучий повеселил как чувство такой удивленного он не дал свой телефон взял мне свой не звонит я уже был в ряде на тег батюшка у меня жена она белорусская вышла за меня замуж на я думаю что скрещу приняла ислам но вот вид вы можете с ней поговорить вы знаете давайте я в следующий раз к вам приеду в город вот и по телефону как наобщаешься и мы с ней поговорим батюшка вообще храм православный заводить то можно можно конечно можно вот такой опыт второй опыт с славными приехали значит четыре человека счит две женщины мужчина лет по 70 буряты буряти живем вот и с ними их племянник ему леток 45 бывший работник мбд какая-то была авария у них еще был значит голова немножко она была как бы повреждена его списали в принципе совершенно здравый человек в общем он на пенсии и вот видимо на фоне того что как нужен не нужен стал выпивать начался алкоголизм потом он все сделать с собой не может в страстное состояние чем они привели ко мне говорят помогите датсане были не помогли у шаманов были еще там были не помогли в очка может вы поможете дать игру попытаемся значит давай так вот поизу баирка что звали это вот так ручки так на грудь положи сюда положил так что вы чувствуешь тепло чувствуешь а теперь значит давай вот сюда как бы со вниманием и начиная за мной повторять слова он даже не понимает почему говорю слова иисуса молит так же вот я говорю ну-ка давай за мной а он чувствует у него было состояние чувствую по внешнему виду что я готов соскочить и бежать в магазин но он трезвый у него видимо там два дня трезвили перед призвым ко мне и начинаем очень читать господи господи иисусе иисусе христе христе помилки читал может 10-15 в чем-то изменился внешне в общем уехал какой-то успокоенный такой знаете как немножко блаженном состоянии и мне звонит через четыре дня я думаю ко мне еще приедете пообщаемся батюшка представляете как я чувствовал себя после того как вы со мной почитали эту молитву он понял что я сказал что это молитва иисусова ко господу богу нашему иисусу хресту обращена это себя не чувствовал внутри никогда так хорошо и самое главное когда я от вас ушел мне совершенно перестало хотеть выпивать трое суток я вообще пить не хотел но сегодня попал в какую-то маленькую аварию четвертый день и вот на фоне волнения немножко выпил много от меня не тянет пить дальше я как к вам обязательно приеду кстати он не приехал но вот по крайней мере такое действие иисуса валюты имело место вот но вообще люди приезжающие в обитель именно люди скажем так не вот сарка не выцерковленные знаете как бывает как-то эта бабушка перестала ко мне отправлять очень какая-то бабушка городе лунде нашей столицы бурятии в общем стала ко мне отправлять своих скажем так людей которым она хотела помочь но не смогла помочь видимо явное видимо действия двух духов вот ищет и он не приезжает я вот так же начинаю заставлять читать они они не могут себя сами иногда заставить эти слова говорить то есть сидящий внутри нечистый дух он как бы тормозит чека не стали там даже не дает рот открыть по выговорить какой-то не пачка репеток город и и хватает это слово сказать не могу игру ну-ка то читай за мной господи он господи иисусе иисусе знаете у большинства людей с которым я так читал после вот этого чтения там 10-15 кстати скажу или до того как я с ним помолюсь или после того обычно их исповедую основная исповедь потому что человека обычно вот так заболевшего у него масса грехов и вот в наше время грехов у всех достаточно хватает и вот почитав так люди уезжают в другом состоянии читать его допустим утром 20 минут вечером 20 минут со внимание так туда вот в сторону груди там вот туда так и так и в общем-то очень многие получать пользу вот те люди которые были не воцерковлены сейчас в храм ходить молиться исповедаться причащаться и вот это вот этот вот приход ко мне не ко мне в монастырь значит он дает очень такие благие плоды часть людей все-таки обращаются по-настоящему воцерковляются по богу такой вопрос все-таки как молиться вот игра там психотехника господи в сути себе помилуй меня там концентрация сюда кто-то на вдохе выдохе хорошо можно здесь вот поговорить насколько это принципиально либо как отец сергий говорил как бы главное предстоять пред богом иначе ну значит существует два пути два пути которые должен значит один путь это и молитва значит скажем в сердечном месте для этого необходимо на самом деле наставники если человек не имеет наставника рядом значит он может погрузиться в прелесть существует опасность по крайней мере и гнать обречения многие святые отцы как бы так они так и вот в наше время вот идти туда в сердечное место не имея проводника очень опасно тем более как решение говорил уже значит когда человек покрестился в наше сердце приходит святая троица господь находится там внутри а злые духи изгоняются из сердца они выходят из нас то есть около сердца и когда ум пойдет туда кто же как они смогут с этим умом сотворить какое-то ложное состояние создать его на карте не в сердце не в этом скажем сердечном месте где-то тут рядом непонятно а вот моление скажем так вот в в персях в этом в этой зоне конечно здесь вот есть вот яремная вырезка такая в конце корну что внизу вот это место где голосовые связки и вот эта верхняя часть груди это та зона в которой молиться безопасно даже не имея наставника покажешь как делать и все вот как я как вот я обычно вот рассказываю людям говорю дайте вот у нас есть ум он находился в сердце эта энергия главной души которая может перемещаться но пока мы находимся в голове если не может быть все-таки дадут слово я расскажу а вот этих вот вещах которые находятся в голове и пока находится в голове он не сможет молиться внимательно всегда будет рассеиваться будет масса мыслей и все чтобы нам с вами от этого вот уйти от этого состояния давайте вот мы с вами будем молиться уже не в голове а вот здесь груди знаете сколько методов не применяли до тех пор пока вот я новико почитал так как бы понял механизм мы знаете вот пытались как сделать допустим вот женщина говорит я рассеиваюсь так возьми крест перед собой положи перед собой смотри на него и читай крест на знамени перед тобой уже злых дух как-то подавит они не смогут это делать бесполезно все но и образом учили как мы сейчас делаем я говорю так ручку положите так вот на груди прямо под горлышком вторую сверху нее вид тепло так а опустите вот подбородок хорошо делают так а теперь говорю подставьте только это представлять надо не образно значит все из вас говорили в микрофон говорили так вот давайте так здесь у вас под вашим подбородочком стоит невидимый микрофон потому что невидимым проводом соединён с невидимым богом вот в этот микрофончик невидимый ничего не воображая начинаете говорить слова молитвы господи иисусе христе помилыми знаете рабатывает скажем так у девяносто пяти процентов исчезают воображения и вот и там начинается внимательно вот молитвы это очень внимательно то есть образов при молитве нет то есть мы с вами все страдаем кто молится того что только начинаешь молиться и начинается вот не молился все было хорошо скажем так ну вот почти о чем не думаешь начинаешь молиться включена самые самые такие наши интересные вещи скажем с нашими страстями связаны вот значит друг вот у кого какая страсть работа общем кого черевогодие начинает там рисоваться тортики кого-нибудь начать с деньгами проблемы вопросы деньгах кого скажем так когда страсть блудно начинается чек другого пола там какие-то любовные дела это какой-то гнев человек который тебя обидел все это крутится и вертется тебя смотрит и снимает и ты молиться не можешь если же мы сюда вот начинаем внимание обращать сюда переводить его вот микрофончик значит вдруг перед глазами возникает темнота ты молишься с вниманием не только иисусовой молитвой но и любой другой молитвой может читать если ты помнишь наизусть иисуса допустим утренняя молитва вечерняя молитва почитал иисусов 20 и начать туда поставь сна припадемте блажен вот туда работает батюшка пошла нерассеянная молитва и люди очень довольны потому что они до этого мучились пытались знаете скажу я сам пытался никогда ничего не мог достигнуть хоть ты что делаешь то есть мы не можем перебороть это действие врага рода человеческого как только мы уходим туда вниманием это идет но вот ну и скажу что как будто впоследствии есть уже опыт неоднократный человек молится вот это вот в персе перси в грудь него через какое-то время начнется от его скажем так от его усердия в сердечном месте начинается тупая боль как я больше ко мне такая-то как пальцем надавил больно да если в этом месте даже как будто все так болит потом вот это вот внимание ум который движется туда ближе к сердцу своему законному жилищу туда постепенно он переходит начать там в сердечном месте это еще не в сердце в сердечном месте творить молитву знаете как есть такой эффект интересный ты начинаешь думать мы думаем с вами в голове вот начинаем думать молитву как бы груди а потом начинаем думать молитву сердце вот так как там думается эти вот ты думаешь именно там не говоришь она ты и думаешь но и вот когда вот я расхемонах силуан был такой на на волами он не самом острове а на берегу поверь там русский беженский вот так вот он бачка только пожалуйста просите своих прихожан что вы все-таки они проговаривали молитву для начала все-таки гласно когда вы начинаете читать здесь там знаете хуже не будет все будете проговорить пускай хотя бы шепчите чтобы язык хотя бы шевелился скажем для какой-то безопасности я этот батюшка очень долгий год занимался молитвы там лет 25-30 иисусовой вот я все-таки на опыт как бы ссылаясь может быть и обойтись можно может не обойтись чтобы нам эти прелестные вещи все-таки отбросить до конца значит что все-таки иисус могил проговорить хотя бы чуть-чуть дать для безопасности ну и скажу еще такой вот минутку значит важный момент когда людям раскрыть как вы читать сюда вот игру мы должны что сделать значит возникают какие-то образы или возникает в общем свет с неба ты клоны оружие тебе изнутри тебя не думай доверять это не от бога это дело это слышит какой-то голос уже самое вот от иконы и значит с неба такой на тебя может такой голос такой добрый такой приятный как будто сам христосский обращается в ангел божий к тебе матерь божия или смотрите я снаружи неудобно верить на дьявола еще ты более того вот если почувствую какое-то благоухание вот ничего себе я что-то творю молитву и благоухание пошло вот неудобно верить на то же самое с того мира вот здесь скажу что мой личный опыт вот года три назад захожу в фарам читаю иисусу молитву где-то какой-то запах благоухания только как ладана такой хороший ладно странно службы не было да ладно запах то такой же знаете помню риаса так нет ясно такой ладан такой благоухание ничего себе искушают игры господи не доверяю запах сразу исчез то есть вот даже такие эффекты вот такие обонятельные то есть злой дух создает а вот так что ничего я как молиться начинать благоухание пошло все вот это ловушка бисовская грудь ничему не верьте никаких образов ничего и только внимание каждому своему слову своей молитвы когда это будет эффект значит внимание суда пока это что именно читать а со временем молитва сама придет сердечное место где будет постараться взять его сердце там обрести общение с духом чтобы нам общаться общаться нашим господом нашим духовным сердцем а вы что думаете вот насколько техника как держать руки в какой последовательности говорить вдох-выход как бы вдох-выдох насколько это важно нам мирянам там те кто ни разу не практиковал что ваш опыт говорит я думаю лишь бы не задохнуться то сугубо начнем думать как есть такая шутка я начал думать как дышать и задохнулся я знаете хотел такой акцент сделать если святые отцы называют иисусову молитву наука из наук искусство из искусств любая наука предполагает постепенное вхождение в нее с первого класса до десятого потом высшее образование потом повышение то есть постепенность любая наука и любое искусство предполагают свои законы которых они развиваются не нужно изобретать велосипед он давно изобретен пользуясь и тем что то уже святыми отцами давно выстрадано и описано но тебе нужно войти в их науку если ты первый раз пришел видишь компьютер ну ты видишь гору железа чтобы тебе войти в отношения с компьютером тебе нужно войти в это отношение какой-то процесс нужен какие-то законы наука тебе нужно войти также в духовное духовное пространство предполагает войти в эту науку там очень много законов и вот мы сейчас за два часа эти законы я хочу сказать что почему вот нам сейчас мы затрудняемся какие-то вещи просто сказать потому что это дело непростое наука из наук искусства из искусств но но этим можно заниматься первое поискать хорошего учителя того кто ну кто имеет это образование если нет учителя но вот вот катастрофа все но святые отцы написали эту науку войди мне знаете я когда-то восьмидесятые годы решил заняться иконописью но я жил в провинции у нас не было тогда иконописных школ никого не у кого было учиться я научил и занялся самоучкой и мне пришлось учиться 30 лет а если бы у меня сразу был учитель может быть я не 30 лет а за три года бы освоил то что мне пришлось проходить 30 лет поэтому хорошо бы поискать поискать человека который в теме и поверьте мне эти люди не перемелись есть люди которые интересуются и не просто интересуются из любопытства а для которых это жизненно необходимо и и самое главное что нельзя понять иисусову молитву не практикуя нее нельзя ее понять по книгам по рассказам мы можем сколько угодно беседовать часами это нужно попробовать можно человека десять лет теоретически учить какую как водить самолет но он сядет и убьется он должен это попробовать и это не объяснишь это такие тонкие вещи практически часть есть теория но обязательно должна быть практика вот люди приходят батюшка вот вы говорите такие понятия безови без видно безобразно мы вас не поймем а через время приходит грибочка я я понял но я понял не потому что вы мне объяснили а потому что практически я это понял этим нужно заниматься это и нельзя к этому вот очень безответственно подходить это наука и искусство высшие выше любого искусства потому что любое искусство и любая наука вместе с нами умрут в момент встречи со смертью наши нобелевские премии обесцениваются лично для нас а вот эта наука пойдет с нами туда вечность насколько эта наука драгоценнее насколько она глубже любой другой науки вот смотрите я недавно мне один мужчина горит отец сергий на улице 21 век вы нам про бога рассказываете но ведь это это пещерные люди это уже на так все смотрите куда шагнула наука какие технологии фантастические люди где я говорю действительно технологии фантастические а в нравственном плане куда шагнула человечество шаг назад а если безнравственному человеку дать в руки фантастические технологии он разрушит землю он обязательно создат астомную бомбу и нажмет эту кнопку если мы занимаясь науками отстаём в духовном это страшное развитие так погибали все цивилизации духовное отставало от материального цивилизация изживала саму себя рухнула смотрите египет люди на каком уровне сейчас живут а на каком жили то же самое и с нами произойдет если наше внутреннее состояние будет отставать от внешнего какими бы технологиями мы не обладали мы сами разрушим сами себя при помощи этих технологий все таки мы да сейчас уже заканчиваем я мы говорили с ливаном на самом деле есть опыт разных стран разных старцев как бы на самом деле вот этот опыт грузинского эсихазма старец гавриил я слышал патриарха или тоже я слышал эсихаз как бы все таки на самом я был в грузии и видел полные храмы с людьми которые с радостью молятся как будто что ты вот по поводу грузинского эсихазма скажешь благословите владыки достаточимые отцы и братья и сестры я точно последний из людей который может что-то сказать о иисусовой молитве но когда сергей юрьевич меня попросил поделиться нашим опытом я решил рассказать из того что я видел недостойны своими глазами 25 декабря на святого аспиридона дмитрия мифунского мы праздновали 45-летие со дня интронизации нашего патриарха четвертого января по новому стилю его 90-летие уже доказано что в истории всемирного православия ни один патриарха не правил столько мало того ни один из них не принимал такую разрушенную церковь где было всего лишь 3 действующих храма и 12 священников не возводил ее такое великолепие за всю свою жизнь так вот когда этого самого патриарха спросили как какова главная заслуга его патриаршества он сказал что о каких заслугах перед господом может идти речь но главным для себя я считаю установлением молитвенного правила для грузин теперь что это за молитвенное правило она прямо из салтере когда давид псалмопевец говорит что 7 7 раз на дню уславим имя твое господи и вот у нас грузин от нашего патриарха такое правило мы 7 раз в сутки молимся все вместе 6 утра в 9 утра в полдень в 3 6 вечера в 9 вечера и в полночь и это великая радость то есть я бывал в нью-йорке например и по табилийскому времени становился лицом на восток и молился выполнял это правило и знал что молюсь с ним и со всем моим народом я не смогу сейчас столь краткой все устали реплики рассказать про все чудеса которые мне доводилось видеть своими глазами от нашего великого печальника земли грузинской скажу лишь что я видел исцеление безнадежно больных я видел человека который известнейшего поэта который хотел застрелиться из-за своей грязной жизни когда он взял это оружие развался раздался звонок и это был патриарх который сказал ему положить оружие и прийти в патриархию и когда по благословлению святой церкви я пошел в ненавистную мне совершенно грузинскую политику ради во многом возможности примирения россии и грузии и сразу заболел раком крови который вызывается радиационным отравлением главным ударом для меня как для отца восьмерых детей было что мне сказали что даже если я переживу химиотерапию мое сердце в котором осели и ядовитые белки непригодны к жизни и и мне сказали что максимальная продолжительность жизни один месяц но даже если я переживу химию мне обязательно придется вырезать сердце и трансплантировать другое и моей молитве я попросил господа оставить мне мое сердце и результатом я не могу сейчас похвастаться какой-то глубиной молитвы но самые трудные моменты выходящие за рамки человеческой возможностей во время двадцати четырех курсов химии когда я не мог даже произнести имя господа я старался творить иисусову молитву результат на лицо я исцелился от обоих недугов и совершенно непонятным образом мне оставили мое сердце мне сказали международный консилиум сказал что меня можно вносить в медицинскую энциклопедию вам что совершенно непонятно как повысилась даже эластичность сердечной мышцы и они не понимают как это произошло спаси христос ну на самом деле иисусова молитва это тайна отец сергий уже все сказал я предлагаю все-таки задуматься и может быть попробовать как бы на самом деле вот некое свое делание ну и вот дай бог чтобы вот эти наши какие-то болезни сердца крови ума и прочее как бы ну я вот я тоже имею опыт ливанна и ты знаешь онкология прочее то есть я тоже имею этот опыт когда молитва иисусова молитва и обращение полное к богу как бы без такое компромиссное без так вот настоящее как бы оно меняет ситуацию приговор по отношению к нам давайте дорогие спасибо огромное всем кто нашел сегодня время и здесь с нами благодарю отца сергия алексея татьяна александровна вас будем двигаться в этом направлении бога такого обожения спасибо онкология Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok